Салям алейкум, дорогие телезрители! Сегодня Москва, а значит, верующие всей страны отмечают великий праздник Ураза-Байрам или в арабской версии Айдальфитр Аль-Мубарак. По сложившейся традиции этот праздник проведёт известный всем, досточтимый муфтиши Хравиль Хазрат Гайнуддин. На протяжении последних 32 лет именно его голос возвещает о наступлении всех самых важных религиозных событий в жизни наших единоверцев. Праздник Ураза-Байрам знаменует окончание священного месяца Рамадан и месяц тем 30-дневного поста. Праздник Ураза-Байрам Муфти в России шейха Равиля Гайнуддина Муфти обращается на арабском языке, ссылаясь на известные коронические аяты, в которых говорится о величии, милосердии и милости Всевышнего Аллаха. Муфти в Мурану Карием. Акериму هذا اليوم بالتهлиил и текбир. Аллаху акбар! Аллаху акбар! Звучит известная всем сакральная формула, которая восславляет и прославляет милосердия Всевышнего Аллаха. Она называется текбир. Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллаху акбар! Субтитры создавал DimaTorzok А Муфти вновь напоминает о истинной сути прошедшего месяца Рамадан. Субтитры создавал DimaTorzok А Муфти вспомнил известный хадис истинной сути поста о том, что тем, кто постится, тому прощаются все прошлые грехи. Субтитры создавал DimaTorzok А Муфти, еще раз обращаясь и к Корану, и к преданию пророка Мухаммада, рассказывает прихожанам о истинной сути, истинной ценности месяца Рамадан и поста, который, мы надеемся, был принят. Дорогие друзья и сестры, уважаемые соотечественники, мир вам, милость Аллаха и его благословение, так звучит на арабском языке, мое приветствие. Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракету. От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета Муфтиев России, сердечно поздравляю всех мусульман России, граждан России, Содружества Независимых Государств с праздником Идаль-Фитра, Ураза-Байрам, праздником Разговения. Ураза Мубарак Булсан, Гаид Мубарак Булсан. И да будет принят Всевышним Аллахом наш пост Рамадана и все совершенные богобоязненные дела. И да сбудутся все наши добрые молитвы и пожелания. Да не спошлет нам всем Аллах благополучие и покой в обоих мирах. Да не спошлет Аллах нам и нашим семьям здоровья и счастья. И да будет благоволение и мир, покой в нашей любимой стране России и во всем мире. По случаю нашего великого праздника нас поздравили наши братья-мусульмане разных регионов страны. Стран Содружества Независимых Государств, стран Исламского мира, президенты и главы ряда республик. Также главы областей и краев, руководители министерств и ведомств, руководители международных религиозных и общественных организаций, деятели науки и культуры нашей партнеры по межрелигиозному диалогу и сотрудничеству. В нашем зале находятся и вместе с нами молятся дипломаты, уважаемые наши братья, господа послы и представители посольств арабских и мусульманских стран, полномочные представители республик в Российской Федерации. Мы признательны всем за поздравления и искренне благодарим за добрые пожелания в адрес мусульман нашей страны. Мы также передаем наши приветствия, поздравления и самые добрые пожелания мира, милости и благословения Всевышнего Аллаха. В наш адрес традиционно направляют свои поздравления и добрые пожелания президенты, в том числе президент Республики Татарстан Рустам Нургалеевич Миниханов, глава Республики Ингушетия Юнус Бек Бамадгиреевич Евкуров и многие-многие другие наши братья, те, которые обратились с поздравлениями, да примет Всевышний Аллах и наши добрые пожелания и молитвы им. Наш президент Владимир Владимирович Путин, как глава многонационального и многорелигиозного государства, поздравил российских мусульман с праздником Уразабейра. В этом мы, мусульмане страны, видим продолжение известной исторической традиции, когда российские государи и императоры в дни больших мусульманских праздников выражали свое уважение к религиозным чувствам своих соотечественников-мусульман. Со словами признательности, воспринимая поздравления главы нашего государства президента Владимира Владимировича Путина, дорогие мои братья и сестры, уважаемые соотечественники и гости Москвы, я передаю его поздравления и добрые пожелания. Господи, сердечно поздравляю вас с праздником Уразабейра. Завершая священный месяц Рамадан, Уразабейра обращает верующих к высоким духовным и нравственным ценностям ислама, к традициям и обычаям предков. С глубоким удовлетворением отмечу, что мусульманские организации вносят достойный вклад в развитие межрелигиозного и межнационального диалога, единения народов России, последовательно и решительно выступают против проявлений религиозной нетерпимости и экстремизма, укрепляются взаимодействия с государственными структурами, большое внимание уделяется благотворительным и просветительским инициативам. Убежден, что мусульманская община России и впредь будет активно участвовать в жизни страны, своей плодотворной деятельностью способствовать сбережению нашего бесценного исторического культурного духовного наследия. Желаю вам мира, благополучия и всего наилучшего. Президент Владимир Путин. Мусульман поздравляет глава правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. От всей души поздравляю вас с праздником Ураза-Байра. В этот день заканчивается пост, во время которого верующие посвящают себя духовному совершенствованию, стараются совершить как можно больше благочестивых поступков. Идальфитр символизирует духовное очищение, напоминает о доброте, милосердии и взаимоуважении, которые испокон веков служат основой для мусульманской уммы. Очень важно, что сегодня вы сохраняете традиции предков, видите в них надежную опору. Российская умма проводит большую созидательную работу, которая заслуживает искреннего уважения и благодарности. Уделяет серьезное внимание просветительской образовательной деятельности, участвует в благотворительности, помогает всем, кто особенно нуждается в поддержке. И, конечно, вносит значимый вклад в противодействие экстремистской идеологии и нетерпимости. Многое делает для укрепления межнационального мира и согласия в нашей стране. Желаю вам и всем мусульманам России здоровья, благополучия и светлых праздничных дней, Дмитрий Медведев. Дорогие братья и сестры! Наша Московская соборная мечеть, являясь главной мечетью Российской Федерации, находится в сердце Москвы, столице нашего государства. И нас, мусульман, поздравляет наш мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Передаю его поздравления. Уважаемые муфти, сердечно поздравляю вас с праздником Ураза-Байрам, знаменующим завершение поста в месяц Рамадан. Светлый праздник Ураза-Байрам олицетворяет собой многовековые ценности ислама, его высокие нравственные и духовные идеалы. В эти дни сердца верующих настроены на добро, милосердие и взаимопонимание. Мусульманская община Москвы вносит большой вклад в развитие межконфессионального диалога, сохранение и укрепление мира и согласия в многонациональной российской столице. Наше плодотворное сотрудничество является важным фактором приумножения традиций добрососедства и способствует развитию города. Желаю вам, уважаемые муфти, всем мусульманам Москвы и России крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. Сергей Семенович Собянин, мэр Москвы. Я, дорогие братья, от имени и мусульманского духовенства, от имени рядовых верующих хочу сказать слова благодарности за добрые поздравления и пожелания всем тем, кто нас поздравил. И мы также молитвенно желаем мира, милости и благословения. Дорогие мои единоверцы, уважаемые братья и сестры, Всевышний Аллах даровал нам земную жизнь, вручив ее для достойного прохождения и достойного возвращения к Нему. Перенося тяготы и испытания земной жизни, добывая пропитание и создавая для себя и семьи условия земного бытия, сберегая здоровье и упрочивая свой дух, мы возвращаемся к своему Создателю. Наш любимый пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва салям, да будет мир и милость Аллаха, среди божественных знаний, позволяющих людям не отступиться, не сойти с прямого пути, получил и передал людям пять столпов, среди которых обязательное соблюдение поста месяца Рамадан. Дорогие братья и сестры, я хочу спросить у вас, как мог знать 15 веков назад не умеющий читать и писать сорокалетний араб по имени Мухаммад о том, что искреннее и богобоязненное соблюдение поста, испытание голодом, жаждой, не только очищает душу и приближает духовно к Аллаху. Мы, читая Священный Коран и Сунну Пророка, узнаем о пользе воздержания от еды и питья, об очищающей силе поста не только для души, но и для человеческого тела, для оздоровления сердца и сосудов, для всех внутренних органов. И это в начале седьмого века задолго до труда канон врачебной науки Абу Али и Бенсина Авиценны и трудов Аль-Харизми и других мусульманских ученых, проживших в восьмом-оденнадцатом веках фундамент современной медицины и других наук. За полторы тысячи лет назад, до современных достижений ученых, сегодня подтверждающих теорией и практикой истины Священного Корана и Сунны, пророк Мухаммад как мог знать те знания, которые лишь теперь достигаются науками, открытиями астрономии, математики, химии, биологии и физики. Посланник Аллаха в благословенные дни Рамадана получил первое откровение от Господа и обрел божественное знание, когда явившийся ему архангел Джабраил, алейхиссалям, Гавриил по-библейски, по повелению Всевышнего Аллаха, сказал, Икра, читай. А когда араб Мухаммад сказал, «Я не умею читать», Джабраил, алейхиссалям, вновь приказал ему, «Икра, читай». И человечество получило последнего посланника Единого Творца, последнее завершающее слово Священный Кур'ан, как последний завет нашего Господа Всевышнего и через него предписание по прохождению земной жизни на пути возвращения к нашему Создателю. И невероятная, мощная, воспитывающая нашу волю, очищающая сила поста Священного Месяца Рамадан объединяет почти двухмиллиардную умму мусульман на земле. Сегодня с наступлением Идальфитр, Уразабайрам, миллионы и миллионы мужчин смыкают ряды и совершают земные поклоны саджда. Это поклонение возвышает нас, поскольку мусульмане обращают свои молитвы и мольбы только Ему, только Аллаху, нашему Богу, единому Создателю. На этом пути нет посредников. Дорогие мои братья и сестры, каждый из нас, каждый человек, живущий на земле, хочет жить в благополучии, хочет быть здоровым, счастливым, успешным и не хочет страданий, не хочет одиночества. Поэтому мы, люди, верующие, живущие не только ценностями мирской жизни, не забывающие о жизни вечной, должны на пути к ней воспитывать в себе стойкость и крепость Духа. Верующий, живя на земле, понимает, что придет день возвращения к своему Создателю. Любимой молитвой верующего человека становится молитва, дарованная Аллахом в Священном Куране. И мы читаем постоянно, даже забывая о том, что это аят Курана, мы это воспринимаем как нашу молитву. И мы говорим, О наш Господь, дай нам в этой жизни добра, всего хорошего, и в Ахирате, в мире вечной, дай нам всего хорошего, и защити, храни нас от огня ада. Ведь мы показываем этой молитвой, что не только живем в этой жизни, не только просим всего доброго в этой земной жизни, но еще мы хотим жить, быть в милости Аллаха и в жизни вечной. Поэтому, во филь ахираты хасанатам мы просим. Каждый из нас живет мечтами и планами на будущее. Стремление достичь поставленной цели заставляет человека двигаться вперед. Мы понимаем, что не проявив усердия и старания сейчас, сегодня невозможно достичь желаемого после. Но в погоне за мирским важно не забывать о вечном. Дорогие братья и сестры, попробуйте задать себе очень простой вопрос. Как часто вы задумываетесь о киямате, о судном дне, о том, как будете держать ответ перед Всевышним, чем будете оправдывать свои грехи и ошибки. К сожалению, не часто, не часто задумываемся. Нас волнуют совершенно другие вопросы. Куда сходить? Что купить? Что надеть? И подобные вопросы волнуют нас. Люди живут в ожидании каких-то событий, встреч, перемен, и мысль о возможной смерти они откладывают назад, на потом. А ведь она близка. Просыпаясь утром, мы не знаем, наступит ли вечер для нас. А засыпая, мы не имеем гарантии, что застанем утро. Надевая одежду, мы не можем быть уверены, что снимем ее с себя сами. Возможно, это сделают руки человека, омывающего, умирающего, умершего. Выходя из дома, мы не знаем, будет ли сделан следующий шаг в запланированном направлении, или же это будет шаг к вечности. Уже сейчас человек должен позаботиться о том, с каким багажом предстанет перед своим Создателем. Ибо никто, кроме Всевышнего Аллаха, не знает, когда наступит наш последний час. в Священном Куране Аллах Табарака сказал, Аллах Тагаля говорит, где бы вы ни были, вас постигнет смерть, даже если укроетесь в укрепленных крепостях. Он напоминает, что мирская жизнь является временным пристанищем, за которым последует вечность. Для одних эта вечность в блаженном раю, а для других в мучительном и страшном аду. В Куране сказано, дорогие братья и сестры, В Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие мои братья и сестры Дорогие мои братья и сестры Дорогие мои братья и сестры Я, читая один аят из Священного Курана, не мог этот аят не записать в своей проповеди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если бы Аллах сразу наказывал людей за их прегрешение на этой земле, человек совершил грех, и Аллах сразу же наказывает, это было бы одно, то ничего живого на земле не осталось бы. Однако же, Аллах Тагаля говорит, Аллах откладывает все на определенный срок. Когда тот срок наступает, то никто не в силах перенести его ни вперед, ни назад. Нам очень важно определить правильную цель и смысл своей жизни на земле. Не стать рабом своих капризов, своей лени, своего нафса, а воспользоваться шансом стать ближе к Аллаху Табараку Атагаля. И вот сейчас я хочу, чтобы вы, дорогие братья, особо обратили внимание на вот эти мои слова. Когда-то халиф правоверных родиллаху Анху перед своей смертью позвал главнокомандующего армией и высказал три свои пожелания. Первое, чтобы его табут, гроб, несли на руках самые лучшие лекари, врачи. Второе, на всем пути, когда несут его табут, разбрасывали золотые монеты и драгоценные камни. И третьим пожеланием халифа было указание, чтобы руки его были видны из табута, из-под покрывала, а лежали на покрывале. И эти руки видели люди. Когда главнокомандующий армией, придя в смятение от таких завещаний, спросил о причине таких пожеланий халифа. И тогда халиф разъяснил, когда будут нести мой табут, пусть все увидят, что даже лучшие врачи, лучшие лекари не могут отвратить неминуемое. Второе, разбрасывайте мое золото и драгоценности, пусть все видят, что богатство, которое мы получаем от этой жизни, на тот свет мы не забираем. Все остается в этой жизни, на земле. Пусть все видят мои руки и знают, что даже падишах, король, царь, любой правитель уходит из этого мира с пустыми руками. И как сказал в одном из хадисов пророк Мухаммад, саллиллаху алейху ассалям, Мэйета, покойника провожают трое, его богатство, его жена, муж, дети, родственники, сослуживцы, друзья. Его дела, хорошие и плохие, все совершенное, доброе и греховное. С ним остаются только совершенные им дела. Какими они были? Добрыми, хорошими или совершено недоброе, греховное? За все предстоит держать ответ. И дай Аллах понять это всем нам сегодня, когда мы в добром уме и здравии, а не сожалеть, терзаться и плакать, когда уже ничего не сможешь исправить. Веря в жизнеутверждающую силу замысла Аллаха, принимая предопределенность течения жизни, мы принимаем и один из постулатов исламского вероучения. Человек сам несет ответственность за свою земную жизнь, сам определяет свои поступки и решения. И, конечно же, пока мы живы, надо ценить жизнь и не оставлять на завтра то, что можем сделать сегодня, и возьмем с собой то, с чем мы предстанем перед Всевышним Аллахом. Проявлять усердие и старание во всем, умея правильно расставлять приоритеты. Ни одно из божественных предписаний не является непосильным для каждого из нас. «Ля юкаллифу Аллаху нафсен илля вусагаха», сказал Аллах Тагаля. Не нагружает Аллах Тагаля нас, а дает только такое, чтобы мы могли это нести. Ее все заповеди Священного Кур'ана – это невероятная поддержка нас, Создателям, в деле обретения Его милости и помощи. И дай Аллах, пусть для нас примером в этом станет пророк Мухаммад, салли Аллаху алейху ассалям, и его асхабы, ансары, его сподвижники. Будьте же, братья и сестры, теми, кто осмысленно подходит к своей жизни, умеет анализировать, понимает ущербность того или иного порочного, применяя при этом знания, данные Аллахом через посланников. И дай Аллах, чтобы услышали мы, понимали мы наставления и следовали по пути праведной во благо себя. Аминь. Дорогие мои братья и сестры, сейчас наступило время праздничного намаза ураза баирам. Мы все встаем и обращаемся лицами в сторону Кибла, и со всеми такбирами мы читаем намаз. Мы должны помнить, что не только мы лицом обращены к нашему Господу, Всевышнему Аллаху, а самое главное, мы своими сердцами обращены, своими мыслями обращены к нашему Творцу Аллаху. И да примет Всевышний Аллах наш пост, наш тарових, наши благодеяния в этот благословенный месяц, Рамадан. Все те добрые дела, дай Аллах, чтобы были записаны в книге наших благодеяний, и чтобы наши прегрешения, они были прощены, и мы заслужили заступничество Священного Кур'ана, заступничество уразы поста, и заступничество нашего пророка Мухаммада, салли Аллаху, алейху вассалям. Сейчас делается ният, и мы начинаем, инша Аллах, праздничный намаз. Альхамдулля. Хвала Всевышнему. Начинается собственно ритуальная часть праздничного богослужения. формулируется условие правильного выполнения праздничного намаза. Каждый мусульманин формулирует неят. Аллаху Акбар Аллаху Акбар Аллаху Акбар Аллаху Акбар 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 Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь 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 Ко всем россиянам, независимо от убеждений и национальности, ценить и крепить веру и согласие в многонационарной стране, а не сеять рознь и вражду. Все, кто был сегодня у экранов, своими глазами еще раз убедились, что ислам действительно является огромной, созидательной и обеднеющей людей духовной силой. Мы увидели своими глазами, как Москва столица многонациональной России, в отличие от некоторых европейских столиц. Он умеет проводить и отмечать этот великий праздник. И надо отметить, это заслуга и самих единоверцев. И, естественно, соответствующих государственных служб, кто создал условия для организации «Ураза Байрам». Через 70 дней мусульмане будут отмечать второй по значению праздник Курбан-Байрам. У этого праздника свое особое назначение. Но когда наступит время, мы об этом празднике поговорим подробнее. На этом мы завершаем праздничное богослужение. Огромное количество людей, целое людское море сегодня находится в мечети и вокруг нее. И звучат последние слова праздничного богослужения Муфтира Виля Гайнудина. Мы с вами прощаемся. До новых встреч, уважаемые телезрители.